Расходы бюджета увеличены на 2,7 триллиона тенге. Проект закона об уточнении республиканского бюджета на 2022 год представили в Можилисе парламента. Также Можилис одобрил трансфер из нацфонда в 4 триллиона тенге. По мнению депутатов, Кабмин постоянно берет деньги из нацфонда и набирает внешние займы. Но даже эти деньги чиновники тратят неэффективно, полагают парламентарии. В последние годы происходит неуклонное снижение числа прибыльных субъектов квазигоссектора. Это приводит к тому, что бюджет недополучает дивиденды, но при этом сохраняется практика подпитки субъектов квазигоссектора финансовыми инъекциями из бюджета и нацфонда. За последние 10 лет квазигоссектору было выделено свыше 34 миллиардов долларов. Видимо, поэтому у многих нацкомпаний нет никакого интереса, чтобы модернизировать то или иное предприятие, потому что они постоянно получают помощь из бюджета. Депутат Перуашев предлагает использовать деньги Самарказна более эффективно, а не влезать в долги. Вместе с тем, предложенные уточнения содержат ряд тревожных показателей. Так, предлагается покрытый рост затрат бюджета через увеличение государственного долга и увеличение трансфертов из нацфонда. В результате, как и по внешнему долгу, мы подошли к пределу изъятия из нацфонда. За 13 лет квазигоссектор получил средства в размере 7 бюджетов развития Казахстана. Это 7,5 триллионов тенге. Средства, выделяемые из республиканского бюджета, стали по оценке аудиторов источником доходов для многих госкомпаний. В результате, для малого бизнеса кредиты выросли в разы. Доступных и длинных денег для бизнеса как не было, так и нет. В этой связи депутат Шамалов заявил о необходимости снижения базовой ставки Нацбанка. По его словам, Кабмин неправильно планирует бюджет. Создается впечатление, что основной принцип правительства – это планирование ради планирования. А результаты это уже не важно. В общем, как говорится, если хотите рассмешить Бога, то расскажите ему о планах нашего правительства. Напомним, с начала 2022 года Нацбанк повышал базовую ставку уже два раза. 24 января – с 9 до 10 процентов, 24 февраля – до 13,5 процентов годовых. Стоимость кредита в Казахстане складывается из базовой ставки, плюс прибыль банка, плюс риски, зависящие от заемщика. Таким образом, рост базовой ставки означает рост процентов по кредитам и депозитам. Из-за того, что учетная ставка, то есть базовая ставка высокая, мы вынуждены, как правительство, поддерживать реальный сектор экономики, выделяем средства на субсидирование, на пополнение уставного капитала наших фондов, Банка развития Казахстана, для того, чтобы они смягшировали эти деньги и кредитовали экономику. Также, помимо этого, для финансирования дефицита бюджета мы привлекаем средства на фондовом рынке по более высокей процентной ставке, из-за того, что у нас базовая ставка высокая. Поэтому абсолютно верный вопрос – базовая ставка влияет на всю экономику. Поэтому Национальному банку необходимо пересмотреть подходы по формированию базовой ставки. Но Нацбанк тут же заявил, что не будет снижать базовую ставку, мол, высокая ставка необходима для борьбы с инфляцией. По оценкам аудиторов, до сих пор не достигнута цель по снижению зависимости экономики страны от нефтяного сектора. Причем из-за аварии на КТК этих доходов станет еще меньше, полагает депутат. В общем, парламентариев озадачили неэффективные решения Кабмина в отношении народных денег, но они ограничились только словесной критикой и в итоге поддержали Кабмин. Бауржанший Ахмед, Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42